Продолжение следует... Я здесь в гостях у Эвелины впервые, поэтому представлюсь. Меня зовут Вадим Астрахан, я переводчик-исполнитель, создатель проекта «Высоцкий на английском», в рамках которого я перевел около 60 песен и сыграл больше 80 концертов по всему миру, в том числе в MIT, NYU, Stanford, Carnegie Mellon, Penn State и других университетах. Я выступал с докладом на конференции американских словистов в Бостоне, я автор фильма «Cloud in Pens» по своему переводу поймы Маяковского. Я также переводил Пушкина, Лемонтова, Пастернака и так далее. В данный момент я пишу статью для Journal of Literary Multilingualism о своем переводе на английский «Фауст и Гёте» и телеспектакле, который я сделал, который сейчас находится в процессе очень долгого и мучительного постпродакшена. Сегодня я сделаю два небольших и не очень связанных между собой доклада, наверное, потому что я никогда не любил длинные доклады, я предпочитаю короткие. Заранее прошу прощения у тех, кто уже слышал эти доклады, я вижу, что таких парочка присутствует в аудитории. Первый мой доклад называется «О нужности и правомерности поэтического перевода». С вашего позволения я его начну. Евелина, все нормально? Звук меня слышно, все идет хорошо. Хорошо. Что? Вас слышно и у вас есть share screen. Отлично, хорошо. Спасибо. Итак, эпиграфом к своему выступлению я возьму слова Воланда об Иване Бездомном. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нет. Мне не раз приходилось встречать точку зрения, что перевод поэзии на другой язык – дело неблагодарное и даже бессмысленное. Ибо переводы стихотворных произведений не могут дать адекватного и осмысленного впечатления об оригинале. В частности, такой точки зрения придерживался Набоков. Мировая литература и мировая поэзия как часть мировой литературы потому и называются мировыми, что известны во всем мире. Каким бы гениальным не было литературное произведение, без мировой известности оно останется в границах своей культуры и не может считаться мировым. Поскольку со времен Вавилонской башни люди в мире говорят на разных языках, для того, чтобы стать мировым, литературное произведение должно быть переведено на другие языки. Каким бы ни был образованным и любознательным читатель, немного найдется людей, готовых изучать древнегреческий язык, чтобы читать Илиаду, средневековые итальянские ради божественной комедии, а немецкий язык XIX века ради Фауста. И уж, конечно, никто не может выучить все языки на свете. Огромная популярность Вильяма нашего Шекспира в России и СССР объясняется не тем, что масса людей выучили английский язык эпохи Ренессанса, а тем, что нашлись люди, которые с огромным терпением и талантом перевели Шекспира на русский. Точно так же, как во все века находились люди, которые переводили Библию, Махабхарату, Каливалу и Санет Киплинга «Махнатый шмель». Это поэты-переводчики. Без них не было бы мировой литературы. Сейчас я приведу формулу, которую без преувеличения считаю гениальной. Она принадлежит Жуковскому. И эти пять слов, по сути, опровергли Набокова задолго до того, как тот родился. В прозе переводчик раб, в поэзии соперник. Утверждение Набокова отчасти справедливо для прозы. Как говорит одна моя знакомая переводчик Наталья Крылова, переводчик должен быть как ниндзя. Работа сделана, а исполнителя никто не видел. Это справедливо для технической литературы, синхронных переводов, отчасти для прозы, но не для поэзии. Поэзию невозможно перевести аккуратно и незаметно. Ее составляющие – рифма, ритм, алитерация, музыка, стиха и так далее – в других языках нельзя реализовать дословно. Но, как мы уже сказали, переводить поэзию необходимо, иначе она не станет мировой. Нужно искать аналоги в целевом языке и целевой культуре, поэтому переводчик вступает в соперничество с оригиналом. Но даже будучи соперником, он не создает независимое литературное произведение, даже в спорте соперники стремятся к одной и той же цели. К этому моменту мы еще вернемся. В процессе поэтического перевода каждый решает для себя вопрос своих приоритетов. Для кого-то важно в точности сохранить размер оригинала, для кого-то пересказать историю, для кого-то сохранить атмосферу и магию оригинала. В некоторых переводах магии стало даже больше, например, у Маршака. В своих переводах я ставлю своей целью сохранить дух оригинала. Что это значит? Для меня это значит попытаться вызвать у современной аудитории эмоции, сходные с теми, которые испытывали первые аудитории при знакомстве с оригиналом. Читатели, зрители и слушатели должны следить за сюжетом, сопереживать драме и смеяться так же, как это делали читатели, зрители и слушатели оригинала. Ну и, конечно же, в моем представлении перевод должен быть понятен целевой аудитории. Мой переводческий девиз – translate to relate. У особо одаренных, говорю без сарказма, переводчиков иногда даже получается сохранить музыку стиха оригинала. Перевод музыки стиха на другой язык известный исследователь Дугла Хабштадтер сравнил с аранжировкой музыкального произведения для других инструментов, как, например, переложение Равелем для оркестра фортепианных картинок с выставки Мусоргского или, в обратную сторону, переложение Вагнером пятой симфонии Бетховена для фортепиана. Музыка стиха – важнейший компонент поэзии Пушкина. Именно она стала главной жертвой Набокова. Набоков пишет «Самое большое зло в цепи грехопадений настигает переводчика, когда он принимается полировать и приглаживать шедевр, гнусно приукрашивая его, подлаживаясь к вкусам и предрассудкам читателей. За это преступление надо подвергать жесточайшим пыткам, как в средние века за плагиат». Конец цитаты. Именно этим я и занимаюсь, потому что вкусы и предрассудки читателя для меня очень важны. «Львиную долю моего переводческого времени занимает поиск аналогов в языке и культуре целевой аудитории. Намного большим грехом я считаю грех самого Набокова. Он сделал Пушкина нечитаемым». Как писал историк и литературовед Александр Гершин-Крон, «Самая большая потеря в Набоковском переводе Евгения Онегина – погибшие пушкинские изящества, ясность и благозвучие». А известный переводчик Уолтер Арнт, чей перевод Онегина был удостоен престижной Болингеновской премии, став предметом для совершенно гнусных выпадов Набокова, не остался в долгу и аттестовал Набоковский перевод Онегина как «жалкое ритуальное убийство, совершенное ради ненасытной лексической некрофилии». Конец сетапа. Для сравнительного анализа переводов Пушкина я рекомендую книгу упомянутого мной Дугласа Хавштаттера «In Praise of the Music of Language». Он в ней помещает бок о бок фрагменты переводов Онегина Уолтера Арнта, Джеймса Фаллина, Бабета Дойч и других с отдельным особым анализом работ Набокова. Само собой Набоков выглядит инородным телом и сильно проигрывает другим переводчикам. Проза вообще обычно проигрывает поэзии. Процитирую из этой книги в своем переводе. «Зачем кто-либо, когда-либо захочет читать Набоковский перевод Евгения Онегина прозой? Он такой утомительный, такой неуклюжий, такой безжизненный, что в веки скоро начинают смыкаться. Читать его значит получить опыт, диаметрально противоположный чтению пушкинского оригинала. И наоборот, прочитать лишь несколько страниц чистых и певучих англоязычных станц Онегина работы Фаллина, Арнта или Дойч, значит пристраститься к восхитительно свежим способам рассказа. И даже начать по-новому воспринимать мир, разделяя его на пулисирующие кристаллические паттерны, передающие сладостную, струящуюся искрометную сущность оригинала». Вскоре после опубликования своего монументального труда Набоков поместил в «Нью-Йоркере» стихотворное обращение непосредственно к Пушкину. В нем, по сути, Набоков извиняется за свое решение отбросить рифму и размер при переводе Онегина. Очевидно, что это решение было неоднозначным для него самого. Я подозреваю, что им двигало то же самое стремление к апатажу, которое вызвало к жизни Лолиту. Конечно же, Набоков, когда ему хотелось, переводил вполне классическим методом с сохранением рифмы и размера. В 1966 году Набоков опубликовал статью «Ответ моим критикам», содержавшую следующие строки. «Мой Онегин еще недостаточно уродлив. В будущих изданиях я планирую обезобразить его еще радикальнее. Я думаю, я превращу его целиком в утилитарную прозу с тем, чтобы уничтожить последние остатки буржуазной поэтичности и уступок рифмам». Конец цитаты. Перевод мой, кстати. Я думаю, вы согласитесь, что в этом слышится некий извращенный мазохизм. Как меценаты в повести Стругацких «Хищные вещи века», которые приобретали предметы искусства и с наслаждением их уничтожали. Набоков в своем стремлении доказать невозможность поэтического перевода пошел от обратного и с невероятным трудолюбием создал практически идеального монстра. Это никак не доказывает невозможность воссоздания первоначальной красоты в переводе. Просто признанный эстет Набоков пошел по пути сознательного антиэстетизма. От присыщенной листили, от тайной извращенной стили или просто ради эпатажа и шока. Теперь я хочу привести несколько примеров своих поэтических переводов. Полтора года назад мне заказали цикл переводов для готовящегося англоязычного фильма о Пушкине под рабочим названием «Who killed Pушкин?». Этот фильм закончен, но почему-то не очень понравился создателям, и теперь они его перемонтируют. Отмечу, что создатели фильма – страстные фанаты Пушкина, не знающие ни слова по-русски. Знакомые с ним исключительно по переводам. Пушкин – самый переводимый на иностранные языки русский поэт, и переводов его масса, но заказчики захотели, чтобы перевел именно я. Я перевел 10 стихотворений. В фильм, насколько мне известно, войдут 4. Я прочитаю одно из них – памятник. Оригинал, я думаю, вы все помните. Заранее отмечу, что «Лайер» – это лира. Итак, «Мой монумент was built by me, but not by hands. It will not be forsaken by the crowds. Over the tallest obelisks it stands, eternally defiant and unbound. I will not truly die. My soul, my precious lyre, will outlive my dust and will not come apart. My glory lives as long as in the world entire survives a single bard. My poems will remain as long as people need them. My lyre awoke in men for kindness tendency. In my cruel times I preached and celebrated freedom and to the fallen clemency. Obey the Lord's command, my muse, and do not fear. Ignore the rumor mill. Do not demand a crown. Impassively accept both accolades and smears, and do not waste your time on clowns. Пушкин писал, в свою очередь, для своих современников. Мой перевод предназначается для моих современников, поэтому я его сделал нарочито современным, местами даже колющий-режущим. При этом, возвращаясь к тому, о чем я говорил, эту вещь нельзя рассматривать как самостоятельное литературное произведение. Это перевод конкретного стихотворения Пушкина, его переживаний и его деклараций. Я просто попытался воссоздать его слова, используя приемы модернизации, язык 21 века, и локализации, американский язык. Следующий пример – фрагмент моего перевода поэмы Маяковского «Облако в штанах». Сначала я прочитаю его по-английски. Виноват. Сначала я прочитаю его по-русски. Вы, обеспокоенную мыслью одной изящно пляшули, смотрите, как развлекаюсь я, площадной сутенер и карточный шулер. Перевод. Во времена Маяковского так не говорили, ни по-русски, ни по-английски. Зато современный американский площадной язык звучит приблизительно так. В моем понимании, дух оригинала сохранен для современной аудитории. Кстати, этот фильм, который я снял по своему переводу «Облако в штанах», доступен на Ютубе, причем он билингвален и с субтитрами. Просто зайдите на Ютуб и найдите там «Cloud in Pants» – «Облако в штанах». Он действительно снят на двух языках, и я им очень горжусь. Между нами и Пушкиным 200 лет. Между нами и Маяковским 100. Между нами и Высоцким 50. Но все они писали для своих современников, а читают их на английском языке наши современники одинаково. Поэтому принципы модернизации и локализации в моем представлении не меняются. И этот доклад я хотел бы закончить фрагментом последнего стихотворения Высоцкого к Марине. Сначала русский текст. «Мне меньше полувека, сорок с лишним. Я жив тобой и Господом храним. Мне есть, что спеть, представь перед Всевышним. Мне есть, чем оправдаться перед Ним». «I'm less than 50, but the time is short. By you and God protected life and limb. I have a song or two to sing before the Lord. I have a way to make my peace». Благодарю за внимание. Это был мой первый доклад. И я думаю, мы сейчас можем сделать короткий перерыв для вопросов или обсуждений. Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо большое. Я вижу Саши Бархавина. Саша Бархавин, у вас вопрос, да? Да, у меня вопрос, Вадим. Вы говорите, что вы переводите для современного читателя. И если считать это оправданным, насколько оправданным будет на русском языке для современного читателя на современном русском языке переписывать Пушкина? Знаете, это несколько абстрактный вопрос, потому что все на свете можно сделать хорошо, а можно сделать плохо. Человек, который возьмется переписывать Пушкина, конечно, столкнется с адским сопротивлением всех на свете. Но я совершенно не скучаю. Нет, я посмотрю на конечный результат, потому что я считаю, что все можно сделать хорошо, и особенно то, чего никогда не делали раньше. Поэтому я бы на такое посмотрел бы с интересом. Причем это не значит, что... Кстати, если же вы упомянули Пушкина, я думаю, вы, может быть, слышали про переложение Евгения Онегина в такой современной квазиматерной форме. Которая была написана, как мне кажется, если я правильно помню, в 70-х годах. Я прочитал с большим интересом, ну, опять же, как, так сказать, как... Ну, именно с точки зрения интереса, по-моему, она написана со вкусом и юмором. Поэтому все, что угодно, можно сделать хорошо, а можно сделать плохо. Понятно, спасибо. Саша, да, вот у меня практически схожий вопрос. А не могли ли вы дать пример двух переводов? Один перевод, который был сделан, может быть, 100 лет или 50 лет, там, на 200, а второй вот современный. Даже если это 4 строчки. Евгения Онегина, кажется, существует то ли 12, то ли 15 переводов на английский. И когда я их проглядывал за годы, я обратил внимание на одну явную, четкую, совершенно последовательность. Чем новее перевод, тем легче мне его читать. То есть, вещи, которые переводились 150 лет назад, их читать очень тяжело, потому что язык меняется. В истории с Пушкиным, понимаете, все-таки за 200 лет язык, конечно, поменялся русский, потому что там никто не говорит сейчас. Да, могла, легла на его чело, допустим. Но, тем не менее, люди, особенно образованные, не так уж страдают, совершая такой большой, нет уж такого большого скачка между языком Пушкина и современным нам языком. В случае, допустим, с Шекспиром этот скачок намного больше, все-таки там 400 лет. И хотя Шекспир считается основателем modern English, современного английского языка, понятно, что он уже давно не modern. И, конечно, современным читателям очень-очень тяжело. Поэтому, насколько я знаю, есть попытки осовременить Шекспира, но я, честно сказать, их не читал, поэтому не могу сказать точно. Но вообще, у меня нет под рукой переводов одного и того же произведения, сделанных в разные времена. Но вот то, что я помню про Евгения Онегина, зависимость была совершенно линейной, я бы сказал. Спасибо. У меня много вопросов и есть одно соображение, а может быть два. Можно несколько вопросов задать, Евгения? Пожалуйста. Ну, вот вы человек, знающий. Русская литература в 19 веке не сразу стала интересовать Европу. Кто впервые перевел русскую поэзию? Я не помню имени. Я не помню имени, но насколько мне помнится, первые переводы Пушкина появились в 1850-х годах. Но я думаю, что здесь есть люди, которые более осведомлены в этом вопросе. Было бы интересно, потому что я помню, что Мариме переводил Пушкина. А вообще, где начался общий такой культурный вопрос? Где начался, где вехал интересы к русской литературе? Ну, потом переводили Тургенева и Толстого, это 70-е годы, Достоевского. А вот где впервые? Это вопрос. Наверное, вас он заинтересует, наверное. И он, может быть, вы потом скажете. Вопрос второй. Значит, известно, что Евгений Онегин под большим влиянием Дон Жуана. Написано, Байрона. И вот люди, которые перевели Евгения Онегина на английский, это как-то соотносится с Дон Жуаном? Кольцо замкнулось? Удивительный вопрос. Опять же, не знаю. Я не знаю. Использовали переводчики опыт Дон Жуана в переводе Евгения Онегина. Я не знаю. Они очень близки. По изяществу. Понимаете, оба они, конечно, написаны в стиле и в эстетике романтизма, который был доминирующим движением в искусстве в первой половине 19 века, поэтому не исключено, что... Ну, посмотрите, вот цитата из Дон Жуана в переводе Гнедич. Она настолько ласковая была, и в духу искушения неприкладной, что ангела-хранителя могла освободить от службы гарнизонную. Ну, это же, так сказать, Кушкин. Ну, хорошо. Вопрос третий. Отношение к Гаспарову, к его попыткам перевода, так сказать, изложения свободным стихом. Вот так. Я не знаю, кто это. Михаил Иванович Гаспаров. Великий литературовед, значит, недавно умерший, который делал такие эксперименты. Перевода, так сказать, на перевода известных стихов изложения свободным стихом. То есть я надеюсь, что три моих вопроса будут полезны вам. Значит, а теперь, значит, мое отношение к вашей, значит, такой тотальной критике Набокова. Вы знаете, ну, вы, наверное, правы. Скучно читать это, так сказать, все такое. Но вот я в своей небольшой поэтической практике меня интересует такая вещь. Мне как... Знаете, как Пушкин говорил о том, что... Ну, в домике в Коломне он говорит, что русские песни, это такой вой там, все такое. Ну, такое однообразие. И в целом в поэзии меня порой раздражает музыка. И это так будет, почему тут только я. Ну, знаете, есть еще хорошие буквы «р», «ш», «щ», как писал Майаковский. То есть, и вот задача. Вынуть из поэзии в музыку что-нибудь останется? Можно ли без музыки поэзию иметь? Вот такая задача такая. По силам Якова, борющимся с ангелами, так? Ну и что, это такая любопытная задача. Может быть, ее решал Набоков. Ну, проиграл в этой войне. Значит, но задача любопытная. Как, чтобы вы на эту тему думаете? Мне кажется, это вообще не был вопрос. По-моему, это было ваше размышление на тему. А вы же попросили размышления. Вот я вам дам размышления. Как вы относитесь к этому? Гриша, я вам выделю отдельный вечер. У вас размышлений очень много. Дим ответил по ходу. Он ответил на первые два вопроса, он ответил нет. На все вопросы он ответил нет. Вот и все. По-моему, это такая же у меня стадия. Ну, во-первых, мне понравился очень доклад. Опять же, тем, что Вадим отметил вначале, что он краткий. Вот я тоже люблю краткие доклады. И он афористичный. Это второе. То, что мне понравилось третье, мне очень понравился перевод. Вообще все переводы мне понравились именно тем, тем, что, мне кажется, Вадим делает то, что он хочет делать. То есть он хочет сделать этот язык ясным своему современнику. То есть тем, кому там, я не знаю, 30, 40, 50, чтобы они могли читать и понимать, что сказано. Современным языком. Может быть, немножко более простым, чем, может быть, хотелось бы какому-нибудь человеку, обремененному академическим образованием. Но, тем не менее, и сохраняя при этом напор, страсть и ритм. Вот, значит, это то, что мне понравилось вот в этом коротком докладе. Теперь по поводу Набокова. Я тоже хотел присоединиться к этой дискуссии. Но, во-первых, давайте восстановим справедливость. Вадим много шпенял Набокова. Но, во-первых, отдадим должное Набокову в том, что этот человек, который первый написал совершенно потрясающий комментарий к Евгению Анигину. Я думаю, что вот за один этот комментарий, если бы ничего больше Набоков не писал, он бы заслужил, на мой взгляд, памятник в каждом русском городе. Посмотрите, что он сделал. Он сделал вот эту, по существу, эту дармовую раблоту, перешерсти всего. Ну, почитайте, короче, этот многостраничный, потрясающе подробный комментарий к Евгению Анигину, где описана каждая строфа, где он не поленился сделать вот все, как делает любой академический человек. То есть я думаю, что 10 вот этих вот институтов имени Пушкина в Петербурге, они не сделали десятой доли того, что сделал тогда Набоков за границей, не имея возможности пользоваться современными архивами и оригиналами, которые были, все остались в Советском Союзе. В общем, я считаю, что это подвиг. И он, я уверен, это сделал в первую очередь из-за любви к Пушкину. То есть в этом смысле для меня Набоков – герой. Теперь, что касается вот существа перевода того, что сделал Набоков. Мне кажется, что Набоков совершенно четко представлял, что то, что он делает – это нечитаемое произведение, которое способно заворожить, так сказать, любого взявшего читать этот опус, с тем, чтобы кто-то понесется. Я думаю, что это было нечто вроде информационного справочника. Вот он взял и очень сухо пытался там построчно изложить смысл с тем, чтобы иностранец, в первую очередь студент, филолог, который изучает русский язык, изучает литературу, изучает Пушкина, с тем, чтобы он имел какой-то вот такой вот документ под рукой, подстрочник, который мог бы обратиться с тем, чтобы сравнить его, предположим, с поэтическими упражнениями коллег Вадима Астрахана и его самого, которые бы переводили бы это хорошим литературным языком, а они могли бы посмотреть, а что же вообще там имел в виду сказать сам Пушкин хотя бы в такой сухой, в сухом таком изложении. То есть я думаю, что поэту в этом смысле его тоже, наверное, ругать не надо, ему надо хвалить. Я не думаю, что он рассчитывал на то, что кто-то будет держать под подушкой перевод его и Евгения Онегина на английский язык. Но в целом мне все очень понравилось. Спасибо, Вадим. Спасибо. Пожалуйста, я нашел перевод Евгения Онегина 1881 года на английский язык. И первая строчка звучит там так, ну первая, первая четверостишья. My uncle's goodness is extreme, if seriously he hath disease, he hath acquired the world's esteem and nothing more important sees. Я думаю, вы согласитесь, что как бы то, что я это назвал без пол-литра не разберешься. Ну, во всяком случае, видно, что как сильно поменялся с тех пор язык. Ну, это хорошая русская, это ручная куртация. По-русски у нас не вызывает проблем понять первая четверостишья Онегина. По-английски, как видите, это мудрено, я бы сказал. Я вижу еще четыре вопроса, давайте мы примем, а потом я перейду к второй части, если вы не возражаетесь. Не спешите, будут еще вопросы. Спасибо, Вадим. Хаим, пожалуйста. Вадим, вы читали свой перевод памятника. Во всяком случае, какой-то отрывок из него. Все дело в том, что Пушкин ведь написал этот памятник под грифом перевода, переводом Гораци. И, кстати, он смог не только сохранить форму Горации, но практически даже и музыку Горации. Ведь, послушайте, эксегимонумен тереперениус, рега ликвиситуб перима... И так далее. Я не буду продолжать, потому что это напрасно, поскольку публика не знает латыни. Но все дело в том, что Пушкин не только под грифом перевода, но и по форме перевода переводил Горации. Значит, когда человек переводит Пушкина, то, мне кажется, он должен знать историю вот этого текста. Сам по себе текст Пушкина, если мы отбросим все, что к нему относится, а все читатели периода Пушкина, они ведь все закончили гимназии или лицеи, они все читали превосходно Горация. И поэтому я думаю, что памятник Пушкина – это не только памятник русской литературы, это и памятник переводной литературы. Короче говоря, то, что я хочу сказать, этот переводчик, по-моему, если он вдумчивый переводчик, он должен как-то соотноситься с этим произведением, которое не прямое лирическое произведение, а произведение, которое имеет предшественников. И вот я думаю, что в этом смысле новые переводы грешат. Я не знаю, вы знаете такого современного переводчика, который выпустил книгу «Мой талисман»? Джулиан Луанфелд? Да, да, да. Как вы его оцениваете? Я очень хорошо отношусь к его переводам. Мне кажется, они несколько неравноценные и неровные, но, как и это, совершенно великолепные. Он сделал то, что я люблю. Он сохранил дух оригинала, сохранил кайф, который люди получают от чтения Пушкина. И во многих его самых лучших вещах, по-моему, это получилось превосходно. За что Джулиану большое спасибо. Хотя человек, он непростой. Да, конечно. Спасибо вам большое. Гэбби Джекобсон. Спасибо, Вадим. Моя практика в поэтическом творчестве меньше, чем ноль. Но так как у меня чуть-чуть есть свойства наглости, я все равно свой вопрос задам. Вы сказали, что вашей целью является уловить дух от того произведения, которое вы переводите. Как вы относитесь к мысли, что эта задача невыполнима? Потому что дух произведения зависит не только от автора, а зависит от многих факторов, свойственных тому человеку, который это произведение читает. Это очень хороший вопрос, и вы, безусловно, правы. Дух, в моем понимании, это обмен между произведением и его аудиторией, которые, естественно, не зависят только от автора или от переводчика, а зависят еще от аудитории. Но и можно сказать, что эта цель недостижима, как, в принципе, недостижим и любой идеал. Но в моем понимании, и я уже говорил, это вопрос приоритета. Для кого-то важны совершенно другие вещи. Для меня важен именно этот аспект. Это тот идеал, к которому я стремлюсь. Допустим, мне не раз приходилось слышать, главным образом, в контексте моих переводов Высоцкого, что нерусскоязычному человеку Высоцкого понять совершенно невозможно, поэтому не нужно пытаться. Ну, как я уже сказал, знаете, исходя из такой концепции, большинство читателей Данте, Божественная комедия, совершенно неизвестны подробностей флорентийской политики XIII века, из которой, собственно говоря, состоит Божественная комедия. Да, полное, стопроцентное попадание в точку крайне редко и, скажем так, маловероятно. Но это именно то, к чему нужно стремиться в моем стремлении, в моем желании сохранить дух. Я надеюсь, я ответил на Ваш вопрос. Спасибо, да. Спасибо. Марк Левит. Да, спасибо. Значит, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, вы хотите осовременить произведение, но вот вопрос такой, вот для нас произведение в стих цене не только тем, как его написал автор, но и своей историей, своей пати новиков. Вот я, у меня такое сравнение. Нужно ли счищать патину с памятников медных, которые поставлен тому же Пушкину или другим, понимаете, и делать новенький блестящий памятник. Вот. Дело в том, что звучание, даже архаичная стиха, там, бразды пушистые вздымая летит, кибитка удалая, конечно, их очень трудно перевести и очень трудно понять современному читателю. Но, тем не менее, они завораживают даже своим звучанием. И мне кажется, что вот, может быть, их стоит оставить, как они есть. Как вы считаете? И мне интересно, как вот вы бы перевели этот кусок? Ну, опять же, спасибо, это очень хороший вопрос. Понимаете, в отличие от памятников, которые каждый, в конце концов, уникален, да, переводы стихотворений не отменяют оригинала и не отменяют огромного количества переводов существующих. Существуют переводы, в которых вполне сохранилась эта патина, этот шарм 200-300-400-летней давности. Поэтому, как бы, многие люди получают огромное удовольствие, читая Шекспира, именно с точки зрения языка и шарма 400-летней давности. Мои переводы никоим образом не отменяют другие существующие переводы, которые делают упор на сохранение архаики, сохранение вот этих исторических шармов. Поэтому это просто еще один из многих тропинок на эту вершину Фудзии, знаете. Поэтому, мне кажется, это просто, просто у людей появится возможность чуть-чуть воспринять по-своему, в зависимости от того, что они ищут. Спасибо. Можно я задам вопрос по следам вопроса, Марк? Марк поднял тему архивности. И я тут же вспомнила стихотворение, которое мы все учили в школе. «Кушай тюрю, Яша, молочка таймер. Где ж коровка наша?» И я помню, как учительница нам объясняла, что такое тюря. Ну вот скажите это современному американцу, что такое тюря. Вот это пережеванная каша, завернутая в тряпочку, чтобы ребенок ее сосал. Так вот, по-моему, невозможно перевести это американцу. И вот мы уже говорим о целевой, о целевом читателе, то есть кому мы это переводим. А вот в Мексике, в горах, я видела, как женщина из Native Americans разжевала кукурузу, завернула ее в тряпку и дала ребенку. И вдруг я вспомнила это стихотворение. Так вот, не только по времени целевое, но еще и по географии. Они-то знают, что такое тюря, а американцы не знают. Да, Эвелина, это прекрасный пример, и это как раз пример того, что я называю поиском культурного аналога. У меня есть одна забавная история в этом же плане, именно иллюстрирующая этот же самый момент. Как-то раз я выступал с концертом в Копенгагене, в Дании. И после концерта ко мне подошел один пожилой человек и выяснил, что мы с ним вообще на Фейсбуке знакомы уже какое-то время, но в жизни никогда не встречались. Он датчанин, который переводил Высоцкого на датский. И в том числе он перевел на датский песню «Утренняя гимнастика», которую, я думаю, вы, если не все, то очень многие из вас знают. Я эту песню не переводил никогда, никогда за нее даже не брался, потому что она мне всегда казалась абсолютно непереводимой по причине огромного количества культурных пропастей, которые невозможно перепрыгнуть, и многих вещей, которые просто понадобилось бы очень долго объяснять. Я никогда не хотел, чтобы мои переводы, стихи или песни были бы лекциями. Лекции отдельно, произведения искусства отдельно. И вот я его спросил, Пя, как тебе удалось объяснить своим согражданам концепцию «Утренней гимнастики»? Потому что, как мы знаем, это довольно едкая сатира Высоцкого на советское общество. И он сказал, что, в принципе, что он сделал, он просто подобрал соответствующий культурный аналог. Оказывается, в Дании на протяжении где-то 20 лет после войны существовала радиопередача, которую вел какой-то отставной майор с какими-то там подозрительными нацистскими корнями, и который мечтал поставить всю Данию, так сказать, в ряд и заставить маршировать. И передача эта называлась «Морген гимнастик». И вот на эту передачу он сделал все необходимые аллюзии в этой песне, в своем переводе, и у него получился перевод. Я по-датски не говорю, но я верю, что у него это получилось именно потому, что он нашел подходящий культурный аналог. Если культурного аналога нет, например, в случае с теорией, не знаю, если бы я эту вещь переводил, мне пришлось бы реально заняться поиском культурного аналога среди малоимущих слоев населения в Америке. Может быть, удалось бы что-то найти такое, а может быть и нет. В таком случае, в моей концепции эта вещь осталась бы непереведенной, как у Осоцкого есть огромное количество вещей, которые я считаю непереводимы. Можно я еще спрашиваю дополнение? Вот первое строфио у Онеги, а там есть «мой дядя самых честных правил, когда мне шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать нему». Известно, что «уважать себя заставил» – это идиома. То есть это значит, что он умер просто. Вот как перевели, можно послушать вот эту вещь, чтобы она была понятна современникам. Понимаете, здесь есть концепция такая. Или современников учить, чтобы они понимали то время, или то время приближать к современникам. Так и так, вот если учить… Мне кажется, что невозможно все впихнуть в современный перевод, потому что что-то остается за рамками, нужно пояснять, как пояснил Набоков или Лотман. Или же просто найти соответствующий аналог выражения «умереть». В английском их очень много, как и в русском, поэтому я не переводил Евгения Янегина, поэтому свою версию выдать не могу. Можно я задать вопрос за современники Пушкина? Я имею в виду не его ближайшие соратники, читавшие его Евгения Янегина, их было немного. А современники Пушкина, вы думаете, понимали, он уважает себя заставил? Ну что? Понимали ли его соратники? Я думаю, что да, но здесь, насколько я понимаю, присутствует Владимир Шнайдер, который известный Пушкиновед, я думаю, он может ответить на этот вопрос. Но сейчас все-таки, с вашего позволения, может быть, мы перейдем к второй части доклада. Хотя вот, ну, давайте вот ответим на три вопроса, которые еще… Вот это, вот это… Ксения Когас, пожалуйста. Я не хочу. Я что-то не говорил. Я хотел показать, что… Простите, во-первых, огромное спасибо, очень понравилось. Иными словами, сто дукатов за каждое слово докладчика. Но я хотел привести пример, то, о чем говорилось, перевода Пушкина на русский язык. Мой отец любил приводить его как пример неудачного перевода. Вставай, пророк, иди и слушай, мои приказы выполняй, и, обходя море и суши, сердца словами зажигай. Да. Прежде всего, вы неисли, не Коган. Да? Вы неисли, не Коган. Я не Коган, нет, нет, это все, он меня пригласил. Он в другой странице. Да, я Миша Левин. Окей. Да, все. Вадим, наверное, это был Вакулского. Я не понял вопросов в таком случае. Нет, это был не вопрос, я просто привел пример, поскольку об этом шла речь, мне хотелось сказать спасибо, и я все привел пример. Окей. Спасибо. Спасибо. Спасибо на добром слове. Оно, как известно, и кошке приятно. А мне тем более. Миша, Рейс, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, я вам тоже еще одно доброе слово скажу, что мне ваши переводы страшно нравятся. И мне нравится концепция. Мне нравится концепция в двух, так сказать, аспектах. Значит, во-первых, то, что читатель все-таки главный, и во-вторых, что это все-таки искусство невозможного. То есть есть некий идеал, которому никогда невозможно приблизиться. Только что говорили про Евгения Онегина, осел был самых честных правил у Крылова, все знали, что он дурак. Ну, понимаете, всего не загонишь. И мне нравится идея, как сказать, оптимального решения задачи, все же не загнать, да. И давайте я вашу поддержку очень быстро просчитаю, небольшую выдержку из русского классика. Значит, Пастернак в 45-м году переводил цикл стихов Бараташвили. Всего 37 стихотворений, одна поэма. Переводил по заказу, перевел за 40 дней. И там этот знаменитый синий цвет, который мы все знаем и любим. И, значит, поэтому, ну, понятно, да, о чем я говорю. Цвет небесный, синий цвет. Полюбил я с малых лет, да. Так вот там целый скандал по поводу того, что имеется в интернете, что на самом деле у Бараташвили все было не так, а Пастернак сделал то, что он сделал. Я кусочек прочту, что он говорил. Он говорил в точности то же самое, что и вы. Попытка сделать ритмическую комбинацию изо всех слов подстрочника уже произведена, ее не стоит повторять. Все эти декады, коллективные чтения, ученые статьи, передачи грузинского стиха и потом самые передачи, все это явления департаментские, условные, основанные на обоюдной вежливости, но для читателя невыносимые. А надо дать, если возможно, нечто легкое, свежее и безусловное. Это многим покажется спорным, скажут это слишком вольные Бараташвили, но это меня не пугает. Конец цитаты. Спасибо. Еще раз огромное спасибо. Большое удовольствие. Благодарю вас. Как раз упрощение, это я столкнулся с этим, когда переводил Маяковского. У него, особенно в раннем творчестве, просто огромное перенасыщение поэзии, огромным количеством аллюзий, смыслов, образов и так далее. И, конечно, это все втиснуть было абсолютно невозможно, сохранив хотя бы малейшее подобие поэзии. Поэтому, конечно, пришлось чем-то жертвовать. И здесь я приведу слова для меня очень важные. Это слова хрестоматийного переводчика Маршака. Когда его спросили, каковы потери при переводе Роберта Бернса, он сказал, в лучшем случае теряется треть. Сказал человек, чьи переводы считаются, так сказать, хрестоматийными. И я считаю, что это, в принципе, такая достаточно близкая к моему восприятию и к моему методу цифра. Потому что всегда чем-то приходится жертвовать. Иногда приходится вносить что-то свое. Редко, но иногда приходится для иллюстрации поэзии. Но, опять же, как говорил Жуковский, в поэзии переводчик соперник. Благодарю вас. Сергей Заремский, пожалуйста. Да. Я хотел сказать о поэтическом качестве перевода. Дело в том, что это перевод на английский. Английский язык традиционно, так сказать, это, что называется, общее место, что они страдают из-за того, что так трудно переводить в рифму. Настолько, что, кажется, после Роберта Фроста уже только поэты-песенники пишут в рифму. А все остальные белым стихом. Мне кажется, что Вадим пишет хорошие стихи на английском, в рифму. Как в свое время Пушкин обогатил русскую поэзию переводными стихами, так Вадим обогащает английскую поэзию своими переводными стихами. Вот все, в сущности, что я хотел сказать. Вадим, вы записываете, это суперкомплимент. Благодарю. Я нашел один из последних переводов Евгения Негина, Дугласа Хавштадтера. Первая четверостиша звучит вот так. My uncle matchless moral model when deathly ill learned how to make his friends respect him, bow and cuddle of all his ploys that takes the cake. Видите, здесь, вот лично мне это намного ближе, чем тот перевод 1880 какого-то года, потому что, ну, во-первых, язык ближе к моему, а во-вторых, здесь есть юмор, который, знаете, опять же, за годы своей переводчика деятельности я пошел к выводу, что мало вещей стареют так плохо, как юмор. Юмор вообще устаревает очень быстро. Ну и поэтому более современные вещи. В данном случае роль юмористического оружия играет современная идиома takes the cake, которой не было во времена Пушкина, но которая существует в наше время. И когда современный американец читает это произведение, оно вызовет в нем эмоции, которые, скорее всего, были вызваны в первой аудитории Пушкина, которые хорошо были знакомы с ослом Крылова. Я хочу просто сказать, что Пушкин написал свое стихотворение. Памятник – это переработка стихотворения Державина одноименного. Знаете, да? Уже сказали об этом, спасибо. Уже сказали и написали. Говорили о Горации. Говорили о Горации. Нет, Державина… Я не говорю о Горации. Монументум. Ну хорошо. Давайте не будем спорить, потому что мы можем это все проверить на Википедии. Окей? У меня в руках это стихотворение. Я прочту один куплет только. Да. Державина. Так весь я не умру, но часть меня большая. От лена убежав, по смерти станет жить. И слава возрастет моя, не увидая. Да коль славянов род вселенная будет чтить. Ну, это тут полностью все слово. Только Пушкин перевел это на более современный язык. То есть Пушкин сделал то, что делает Вадим? Ну, нет. Он с русского на русский. Ну, все. У меня все. В догонку могу сказать… В догонку об этом переводе памятника. Я могу сказать, что у меня попросили несколько моих переводов для курса русской поэзии в Penn State University. И когда я им сказал, что у меня есть перевод памятника, они очень обрадовались. Но потом они узнали, что я не перевел, причем сознательно, третью станзу, третье четверостишье про друга степей Калмыка и прочих. Я думаю, что вы обратили внимание, что у меня оно отсутствует. Я его не перевел именно потому, что я посчитал, что оно, так сказать, утратило свое значение. Более того, сейчас может, так сказать, быть вообще, вызывать противоположные эмоции, чем у его первоначальной аудитории. А в этом самом… При составлении этого курса они как раз хотели проиллюстрировать таким образом имперскость Пушкина, поэтому мне пришлось их разочаровать именно тем самым, что я совершенно неосознанно это четверостишье в Бакеусе. Вадим, вы сейчас что-то сказали, я просто должна сделать комментарий. Вот Харави все помнят, хомо сапиенс, да? Хомо дием, хомо сапиенс. Это публицист, социолог, который написал современную книжку о том, как развивалось человечество. Он израильтянин. Так вот, его перевели на русский язык. На украинский его никогда не переводили. И вот сейчас украинцы узнали, сейчас только, когда, видимо, кто-то стал читать в оригинале, что Россия согласилась перевести его книжку на русский язык и напечатать там с условием, что они уберут его главу или параграф или что-то, где он говорит о Крыме. И ему пришлось разрешить, убрать, потому что они, естественно, не хотели никаких аллюзий к конфликту. И вот теперь украинцы восстают против Харави, что вот, ах, раз он так продался русским и согласился на такой вот компромисс, то он не наш. Уже не Крым наш, а Харави не наш. Так что осторожно с калмыками. Может быть, вам тоже это... Великая калмыкия не просит. Да. Да, я так подозреваю, что калмыки мне этого не простят, но так как я это все-таки делаю в первую очередь, потому что мне это интересно, и я считаю, что какие-то вещи просто упратили свою релеванность. Ну, в общем, это никоим образом не отменяет 12 других переводов памятника на английский, которые содержат и калмыков, и тунгусов, и кто там еще. Так что люди могут вполне легко найти это все на интернете. А сейчас я прочитаю вам другой никак не связанный, практически никак не связанный доклад. С предыдущим он называется «Пентаграмма». Вадим, пожалуйста, Вадим, я не могу не дать слово Володе Шнайдеру. Простите меня. Володя. Володя. Нет, я с удовольствием предпочитаю, чтобы Вадим начал читать свой доклад, и не хотел бы быть тем, кто этот доклад перебьет. Так что у меня нет никакого серьезного комментария, так что я с удовольствием послушаю Вадима. Спасибо. А может быть потом можно будет поговорить? Да, разумеется, потом можно. Конечно. Спасибо. 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 Пентаграмма «От мастера до гомункула». Несмотря на заголовок, речь пойдет не о геометрической фигуре, а о связи между пятью персонажами двух шедевров мировой литературы. Фауста Гёте и мастера Маргарита Булгакова. Все переводы на русский в этом докладе принадлежат Пастернаку. Влияние трагедии Гёте-Фауст на роман Булгакова «Мастер и Маргарита» само очевидно. Любое произведение искусства, описывающее договор между человеком и чертом, по определению, не может не вызвать ассоциации с Фаустом. По всему роману Булгакова рассыпаны отсылки к Фаусту. Это и эпиграф «Так кто же ты?», и набалдашник трости Воланда в форме головы пуделя, а у Гёте Мефистофель первый раз является к Фаусту под видом черного пуделя. Из занятия главного героя Фауст у себя в башне работает над переводом Нового Завета на немецкий. Причем не столько переводит, сколько интерпретирует по-своему. О чем занимался мастер, мы все хорошо помним. И, наконец, имя главной героини в обоих произведениях. Но при всем внешнем сходстве этих книг главные герои в них очень отличаются. Фауст, в соответствии с духом эпохи романтизма, стремится отринуть скучные академические знания и рвется ввысь, в мир чувств, эмоций и дерзаний. Он требует у неба звезд награду и лучших наслаждений у земли. Мастер же мечтает о том, чтобы его оставили в покое. И покой ему в конце пути даруется. И вот тут-то наблюдается один приинтереснейший момент. По имени Фауст упоминается в романе Булгакова только один раз. В последней главе «Прощение и вечный приют». В прощальном обращении Воланда к мастеру. Вот трижды романтический мастер. Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там уже вас ждет дом и старые слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Начнем с того, что Фауст у Гёте ничуть не прелестился бы таким предложением. Как бы уже сказали, Фауст и мастер – полярные противоположности. Они оба романтики, их роднит эскапизм и неприятие обыденной жизни. Но мастер – романтик творчества, а Фауст – романтик действия и приключений. Спокойное прозябание среди книг и свечей не для него. Он с этого начал свои башни на окраине города, и это отринул. Даже когда император ему дает прибрежный участок во владении, он начинает там стройку. Но самое интересное в этом пассаже другое. Вылепил нового гомункула отнюдь не Фауст, а его ученик, Вагнер, которого Фауст презирает, называя несносным ограниченным шкалером и считает посредственностью. Ничего себе посредственность. После долгих, мучительных алхимических экспериментов Вагнер создает искусственный интеллект в поле гомункула. Как раз Вагнеру предложение Воланда соответствует намного больше. И это предложение, по сути, ему делает никто иной, как сам гомункул, которого Вагнер вылепил. Твой долг тебя удержит дома. Немало у тебя своих забот. Читай пергаментов старинных томы, коллекционируй образцы пород, соединяй и систематизируй начало главной живого мира, происхождение жизни и души, и вещества загадку разреши. А между тем я, светочасть объеду, поставлю точку, может быть, над И, и это будет главная победа за годы трудолюбия твои, и даст тебе заслуженное право на отдых, долгий век, богатство, славу. Ты даже знания скопишь кое в чем, и добродетель пополам с грехом. Прощай. Тут все, кроме славы, соответствует будущей жизни, или лучше сказать, существованию мастера. Конечно, здесь нет ничего про любовь, но о любовной жизни Вагнера у Гетта ничего не сказано, и вполне можно представить, что одержав столь блистательную победу в деле создания искусственного интеллекта, он женится и обретет любовь. Так кто же ошибся в последних словах Воланда-мастеру? Воланд или Булгаков? Вспомним, что Булгаков уже написал целую повесть о гамункуле «Собачье сердце». И в этой повести он совершил ту же самую ошибку. Новая область открывается в науке. Без всякой реторты Фауста создан гамункул. Скальпель-хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы творец. Почему эта ошибка кочует из книги в книгу? Возможно, Булгаков действительно не помнил, кто именно был отцом гамункула. Может быть, он читал Фауста в юности, запомнил оттуда одни детали, но забыл другие. Или же, что более вероятно, патетика словосочетания реторта Фауста ему так понравилась, что он использовал его еще раз, причем совершенно не к месту. Если Преображенского вполне можно описать как создателя гамункула, то мастер в этом контексте выглядит просто нелепо. Он не ученый, не химик, а историк и писатель. Гусиные перья и свечи ему подходят. Реторта с гамункулом совершенно нет. Он даже не создает новых героев, как другие писатели. Он угадывает якобы существовавших в реальности Гешва, Пилата и прочих. И все же представим себе, что Булгаков ошибается намеренно. И его Воланд говорит именно то, что хочет сказать. Эта оговорка укладывается в контекст. Воланд это делает с целью польстить мастеру. Сравнение мастера с Вагнером вряд ли было бы особенно приятно первому и им прозвучало бы столь возвышенно. Неужто вы не хотите подобно Вагнеру сидеть на три торты? Во-первых, Фауст все-таки фигура более значительная, нежели Вагнер. Во-вторых, имя Вагнера вызвало бы недоумение, неуместное в такой торжественный момент. И совершенно другие ассоциации, хотя они были бы очень гулгаковскими. Вспомним композиторов Берлиоза, Стравинского, да и Римского. Вообще, надо сказать, тон Воланда в этой речи несколько удивительен. Он поэтичен и льстив, как нигде более в романе. Трижды романтический мастер, неужто вам не будет приятно? В сравнении с Фаустом Творцом здесь комплимент. Зачем Воланд пытается убедить мастера согласиться на то, что уже давно за него решено? Скорее всего, по самой обыкновенной причине. Самому Булгакову хотелось, чтобы с ним говорили именно так и даровали ему именно это. Так замыкается пентаграмма Фауст, Воланд, Мастер, Габункул, Вагдер, что вполне соответствует тематике обоих произведений. Естественно, все это лишь досужие домыслы, но в конечном итоге поиск новых смыслов и сущностей в литературе лишь свидетельствует ее глубины и не меркнущего к ней интереса. Спасибо за внимание. Но перед тем, как закончить, я сейчас продемонстрирую... А, виноват, я раскладывался слишком рано. Небольшой аддендум. Теперь я хотел бы сказать несколько слов об изображении черта в трех традициях. Русской, западноевропейской и советской. В русской народной традиции черт, величина небольшая и не очень страшная. Это мелкий бес из сказок Пушкина, апопеи и работники его балдея, и Гоголя «Ночь перед Рождеством». Мелкое и, извинить за каламбур, зачастую бессильное зло, только способное, чтобы вредить по мелочам. У Достоевского в «Бесах» Ставрогину является маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком из неудавшихся. Революционеров Достоевский изобразил мелкими, ни на что серьезно неспособными бесами. Несколько более представительный черт персонаж того же Достоевского, явившийся Ивану Карамазову. Но и он, одет в какой-то коричневый пиджак, уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, белье грозновато, широкий шарф очень потерт. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Благородная нечистая сила встречается в русской традиции нечасто. Разве что в поэме Лермонтова «Демон», а уж высший эшелон силы и подавно. В западноевропейской католической традиции «Черт-аристократ». Он даже, скорее, не черт, а дьявол, сатана. Его интересует не мелкий вред, наносимый человеку, а за получение его души. Западноевропейский дьявол – существо высшее. И когда Булгакову, для контраста с ненавистной ему совдебией, понадобился в роли дьявола аристократ, он его сделал кем? Иностранцем. Самое часто упоминаемое слово в описании Волода – иностранец. Он элегантен, умен, красив. Западноевропейский дьявол – это действительно сила, а зачастую и власть. Наконец, советские черти к религии и потусторонним силам вообще не имеют отношения. Это обычные мелкие советские граждане. В романе Орлова-Альтист-Данилов демон сознательно сливается с серой советской массой и практически не использует своей сверхспособности. В песне Галича, еще раз про черта, «Черт» – синоним системы и конформизма. Мелкий совслужащий, бюрократ в затерханном пиджачке и с папкой под мышкой. Он приходит к Галичу, чтобы убедить его стать таким, как все. И вместе со всеми ты скажешь «нет» и вместе со всеми «да». Что в понимании Галича и означает «продать душу». В черте Высоцкого песня о черте, переворот в мозгах, справа беса, слева беса обычные советские граждане, озабоченные теми же проблемами. Черт за обе щеки хлеб уписывал, брезговать не стало коньяком, справа беса, слева беса и по новым не налей, эти снар, а эти с кресел не поймешь, какие злей. Когда я переводил песню Галича, а затем создавал видеоклип на перевод, стал вопрос визуального образа. Оставить его советским чертом означало бы сделать песню малопонятной и слаборелевантной для западного слушателя и зрителя. Поэтому я сознательно пошел на европеизацию образа черта в этой песне. Дал ему перчатки, цилиндры и так далее. При этом я постарался сохранить концепцию черт как символ конформизма в тоталитарном обществе. Вот теперь я, с вашего позволения, покажу вам этот видеоклип. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, сам Галич говорил, что это Он называл, в принципе, сделан Стилизацию под Spirituals Ну просто Презентация, и первая И вторая По-настоящему здорово У меня маленький совсем вопрос Почему All as One instead of All for One потому что так по-моему в оригинале если мне память не изменяет как там еще было не помню даже по моему это просто быть как оригинал вообще потрясающе счастье не том что один за всех а в том что все как один это дословно это дословный перевод оригинал серёжа заремский вадика я знаю с детства поскольку он сын моих близких друзей естественно я наблюдала за его развитием до тягой у него всегда была тяга к гуманитарным предметам интерес к ним успехи в этой области и я хочу поблагодарить за два прекрасных которые были сделаны вадик 11 не употребление когда серая советская масса выражения мы все от нее недалеко ушли по крайней мере любой другой человек может так сказать о нашей компании никого не стоит обижать но спасибо я просто большущим удовольствием прослушку оба доклада очень интересно с большинством ваших тезисов при переводе согласно но у меня такой вопрос я так поняла что вы переводите перевели фауста на английский язык я не могу это ваш о ваших переводах может я неправильно поняла в том что мы получили информацию так сказать о вас было написано что вы пишете сейчас статью о вашем переводе фауста на английский мой вопрос простой вы переводили надеюсь его с немецкого или как вопрос вопрос очень очень простой и ответить на него несколько сложнее чем чем задать я его переводил с немецкого русского и английского на английский же сейчас я сейчас я объясню я в какой-то момент понял что 15 существующих на данный момент переводов фауста на английский язык все совершенно неудобно читаемые и большей части они либо просто скучны либо академически слишком правильные академически либо просто они очень плохие поэтому а а так как фауст пастернака всегда был одной из моих любимых книг я взялся за это дело взяв немецкий подстроен я по-немецки не говорю я взял подстрочник с немецкого языка google translate несколько английских переводов и перевод пастернака и перевожу на английский причем по отзывам моих немецких друзей получается очень здорово и именно эти фауст как это такая особенная штука для фауст фауст для немцев это то же самое что евгений они для русских они были написаны они были написаны практически в одно и то же время 200 лет назад и русские немецкие языки претерпели сопоставимое изменение поэтому да сейчас немцы тоже так не говорят но это не мешает кайфовать от фауста так же как русские кайфуют от евгения онегин но к сожалению американцы и ангелоговорящие люди лишены этой возможности потому что английские переводы и в том числе перевод уолтера арнта фауста а он напомню перевел евгения онигина на английский причем очень неплохо по немецки по английски совершенно ну скажем так довольно коряв поэтому я стал переводить его исходя из нескольких источников и вот в конечном итоге получается то что получается сейчас я еще в процессе создание телеспектакля по этому своему переводу и в целом я тоже очень этим доволен как 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 все идет главное то что мои американские друзья все говорят что теперь они вообще начинают получать удовольствие от фауста но должен отметить что я перевожу только вторую часть первой части больше переводов а мне когда всегда больше интересовала вторая часть больше приключений дело в том что я как раз читала павла фауста по-немецки мне никогда не приходило в голову читать его по-английски я естественно знаю если вы так хорошо немецкий что перед на английский но тем не менее у нас получается у вас какая-то наверное очень интересная компиляция всего того что было сделано хорошо в смысле перевода или того что вы понимаете из подстрочника это на самом деле невероятно интересно само описи по-моему достойно следующего доклада я очень надеюсь я вообще хотела бы где-то прочитать где можно найти этот перевод уже или того что переведено для меня это было бы невероятно интересно и пока что это как бы недоступно для широкой публики потому что я все еще продолжаю его отлаживать скажем так но какие-то части готовы я пока еще думаю над форматом презентации этого проекта когда будет готов фильм и когда начнется работа именно полноформатным спектаклем я надеюсь что в какой-то момент я выложу этот текст в сеть точно также и он будет доступен к изучению но вы совершенно правильно назвали это компиляции потому что я действительно оперировал несколькими источниками и как несколько раз отметил мой друг профессор в пен-стейте адриан швейцарец немецкий это его родной и закон сказал что парочка моментов это просто напрямую из-под стернака ну это это очень интересно так что буду ждать каких-то уже возможности к этому прикоснуться так сказать всего вам доброго спасибо большое я я думала что вы пошутили когда вы мне сказали где-то месяц назад что вы не знаете немецкого языка настолько чтобы переводить но оказывается на самом деле знаете что знаете это как бы звучит конечно ужасно но я далеко не первый переводчик который переводит подстрочника Анна Ахматова в частности обогатила русский язык переводами с осетинского о котором она имела понятия насколько я знаю я знаю что я увлекалась просто где-то в двух тысяч на первом или втором году вышел новый вышел новый перевод просто на английский язык и вот я взяла два английских перевода и по-моему два русских перевода стала читать между строк ну вот по-моему вот правда была между строк на самом деле и одним переводом не отделаешься а вот сам пруст был настолько влюблен в раскина что вот до сих до определенного времени его маман переводила все с английского языка а потом он решил что маман нужно убрать и он выучил английский только для того чтобы самому переводить раскина чтобы он его понимал всей душой что если вам удалось сделать замечательный перевод шапку долой вы знаете я прежде всего хочу сказать спасибо докладчику я не сказал это в первый раз я прослушал доклады два доклада с большим удивлением и интересом вводим исключительно смелый человек ставит перед собой такие задачи которые так сказать ну на решение которых решение которых стоит ждать ну теперь я скажу это это садя похвалю в начале похвалю в конце сейчас что-то скажу в середине а как мы обычно обычная точка зрения на переводчика что он прежде всего должен знать свой язык так мы и когда этот исайя берлин говорил с пастердаком том же с ужасом слушал его английскую речь и вообще так сказать ну ясно было что постоянно плохо понимает английский язык вот и с немецким наверное у него было легче но стихи то волшебные там вот фауси выше в горы выше в горы мы вступаем неизвестность это край фантасмогорий выделите какая-то фантастическая местность очарован очарованы очарованы и место за меня это замечательно и и вот надо посмотреть конечный результат было бы я не так хорошо знаю английский как вадим и было бы интересно чтобы кто-то так сказать но по видео люди оценивают и считают что это хорошо это главный результат главный результат что носители языка воспринимают это как новый поэтический текст ну вот это собственно собственно главное главный результат его эксперимента которым если бы был перевод на русский то я бы так что там авторы вот теперь в относительно фауста который когда цель я читала это по-немецки когда-то и в юности и потом я хочу сказать что между фаустом и мастер маргариты есть еще один источник который обычно вспоминают это огненный ангел валерия брюсова значит это такой такой текст недооцененный и который очень хорошо знал булгаков очень хорошо и он его так сказать он его очень использует потом касательно демонов вадим я не знаю есть такая тема демоны в русской литературе есть большая книга на эту тему и была конференция в лондонских университетах и вообще то есть у меня на вы можете найти на интернете или в университетских библиотеках и там довольно много чего сказано есть вам ваших так сказать изысканиях может есть великая иллюстрация до бужинского дьявола наверно вы знаете да да бужинскими словно бужинский посмотришь на этого дьявола это было символистских и вообще дьяволы и бесы это классическая тема русской литературы а вот когда пришли большевики то они выгнали в литературе 20-30-х 40-х 50-х и 60-х годов никаких бесов нету их заменили большевики а вот 70-х годах бесы появились вы правильно отмечали артист данилов можно вспомнить до третьих петухов василия шушина и еще если мне память не изменяет в таком леонид леонов который был глубоко религиозный человек у него есть ангелы вот так что бесы появились в конце советской власти вот собственно это такой в русской литературе это просто просто так сказать справочка справочка а вот по поводу первого вашего доклада то у вас есть предшественник замечательный и он вот у меня книжечка есть такая я не знаю видно это великий филолог Михаил Леонидович Гаспаров значит он сделал такой опыт у меня буквально три минуты я сейчас закончу значит он взял всякие стихи в частности русские и вот например у него элегия лермонтова дробись дробись волна ночная и пеной орошай брега в туманной мгле я здесь стою близ моря на скале стою задумчиво спитая и так далее это его это его это он взял элегию лермонтова а у него получается так берег ночь скала одиночество вдалеке рыбаки вокруг костров черной памяти блески пляска города и сквозь боль незабытый светлый взор он будет кто хочет может проверить значит это это так сказать мне не хотелось бы говорить говорит Гаспаров чтобы эти упражнения выглядели только литературным хулиганством в истории поэзии такие переработки проявляются не впервые когда александрийские поэты третьего века до нашей эры стали разрабатывать камерную лирику вместо громкой они брали любовные темы больших лириков архаику и перелагали их короткие четкие эпиграммы писанные эллигическим дистихом в этом была приемственность и полемичность то есть замечательно что вы так сказать как носитель большой традиции представляете ее нам таким образом спасибо вам большое значит у меня все очень быстро значит я не так близко как наташа знаю вашу семью немножко знаю ваших дядей нескольких и как приятно увидеть что яблоко от яблони недалеко падает вот это было здорово но одну я все таки вещь вам скажу что вторая половина мастера маргариты недоработана известно в литературоведении вы это знаете прекрасно что все подводные течения все отсылки в первой части идеально выстроены во второй там вопросы есть вот поэтому когда мы начинаем какие-то куски из второй части приводить как пример и нужно это делать с осторожностью с оговорками это не значит что то что вы сказали неправильно или наоборот вы сказали правильно это интересно вот я благодаря явлении и поговорил несколько дней назад с река григорьем неблонским это же все мы играем в бисер да и слова о словах если это вы делаете там просто нужно просто нужно с небольшой осторожностью подходить ко второму тому мастера все спасибо большое спасибо на добром слове знаете я как бы говорится вон гиваса консот к словосочетанию риторта фауста если бы она еще уже не была использована еще один раз до этого собачьем сердце да да это простой это простой случайностью или недоработки или тем что на недовычистил я объяснить не может быть и недовычистил кстати вообще от композиторов тут есть же у нас еще гуно тут может быть не вагнер да из тоже тот момент что тут тут вот так и как эти сгуна у него точно есть отсылки в мастере это как бы показано опять же это все просто приятно приятно поговорить с умным человеком прилично спасибо вадим за два замечательных доклада у меня собственно не вопрос такой небольшой комментарий причем применительно и как первым и второму докладу поскольку в первом докладе одним из ваших главных героев был набоков а во втором докладе одним из главных героев был черт не к ночи быть помянут а то я хочу напомнить я уже по моему вам это говорил о том что черт появляется очень рано в прозе набоков возвращение чербы по моему двадцать девятого года рассказ который сам набоков перевела на французский на английский и там появляется черт под видом такой пожилой женщины которую звали госпожа от ну здесь очевидная игра слов год по немецки бог и отбрасывается первая буква и там вот эта госпожа она персони персони зирует собой черта и она там много говорит и говорит что я почему-то меня любят изображать в виде мужчины с рогами и хвостом хотя я в этом виде появилась всего один раз и я право не знаю чем именно этот образ заслужил такой длительный успех и что она рождалась несколько раз и последний раз была корольком в африканском захолустье и так далее и так далее и дальше она в подтверждении того что она сообщает что это имеет какие-то основания она горит если вы хотите в этом убедиться я могу вам продемонстрировать фокус вот видите там через улицу переходит господин черепаховых очках и вот пускай на него сейчас наскочит трамвай и ее предсказание незамедлительно исполняется и точно но помните сходные доказательства седьмое доказательство существование бога педеально голландом берлиозу там тоже роковую роль играет трамвай и здесь вот любопытно отметить что очень может быть чтобы у гакову этот текст мог быть знаком хотя мы не можем это утверждать потому что в те же самые годы он работает над первыми романами над первыми главами первой частью мастера и маргариты это с 29 по моему по 40 год и за границей жили ведь два брата булгакова и николай иван и очень может быть что ему было это известно вот вот это такой очень короткий комментарий и и еще я хотел тогда сказать когда я поднял руку после первого доклада это я просто хотел уточнить дело в том что хайм совершенно справедливо указал на то что памятник пушкина имеет качество своего оригинала подражание к музе горацию это кстати часть только этого текста и кстати державинский памятник он первоначально именно первоначально его название было изгорация то есть он так и назывался подражание приятно подражать к музе подражание горацию и причем таких переложений горация переводов вот этой темы памятника было несколько в русской литературе еще до пушкина и помимо державина и до державина это был еще ломоносов а во времена державина это его друг Василий Васильевич капнист который тоже перевел вот эту часть так что державину уже были знакомы несколько русских текстов на которые он опирался то есть переводных текстов вот у капниста там я памятник себе воздвигнул луговечно превыше пирамид и крепче медион и так далее так что на самом деле пушкин как раз опирался скорее не на гораться на державинский памятник и пушкинские переложения они относятся скорее к державинскому тексту поскольку он хотел установить вот то что мы здесь называем словом легаси и он державин говорил что то что я в забавном русском слоге поставил себе заслугу о добродетелях филиции возгласил сердечной простоте беседовал о боге и истину царям с улыбкой говорил но мы знаем что пушкин поставил себе заслугу другие вещи только вот эти короткие вещи я хотел сказать а в целом мне очень и очень понравилась ваша презентация спасибо 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 владимир я думаю вы отметили что я несколько переписал 1 четверостиши своего перевода потому что как бы нет предела совершенства нет предела совершенствования потому что да там был один вот предпоследние четверостиши меня как бы я считал что можно можно его перевести получше вот наконец-то я вот это вот этим вариантом которые сегодня прозвучали я кажется окончательно доволен большое спасибо но насчет того что у мастера магаита было очень много источников естественно булгаков был очень хорошо образованным человеком и не писал в вакууме тут и грина фанданга и марка твена таинственно незнакомец и можно вспомнить в общем много чего от не знаю от нового завета опять же но потому и потому такие вещи интересно обсуждать что кто-то кто-то что-то вспомнит чего раньше не вспоминал и я еще хотел может быть одно слово сказать по поводу первого перевода пушкина на французский язык он был сделан я не точно не помню когда но в середине 19 века князем владимиром федоровичем одоревским по просьбе его французских друзей которые заинтересовались пушкиным а вообще-то интерес к русской литературе за границей в европе во всяком случае на самом деле появился очень поздно наверное уже ближе к двадцатому веку до этого просто не было как говорится не треба не было надобности в том чтобы читать и переводить русскую поэзию хотя вот вы упомянули несколько переводов у меня кстати есть у меня в моей домашней библиотеке первый перевод онегина 1881 года выполнены спалдинг вот вы как раз по моему цитировали из него а вообще а мне не можно долго говорит но я просто не хотел бы уклоняться в эту в эту область которая не имеет прямого отношения к вашему сообщению спасибо но опять же прочитав этот перевод ну от него конечно же в нем есть свой шарм как и у любого произведения как был как у многих произведений того времени просто вопрос релевантности лишь для меня очень высокий в моих приоритетах спасибо вадим вадим ты несколько раз упоминал свой текущий проект который недоделан или ты сейчас его переделаешь как он называется вот фаус это телевизионная какая-то штука да это что это это телеспектакль потому что ну когда я перевел довольно большой кусок фауста и сразу возникла мысль о том чтобы его поставить мне посоветовали взять три сцены и сделать их формате телеспектакля то есть спектакль который снят с нескольких углов несколькими камерами со спецэффектами семьи использовать это как так сказать промоушенал печь для каких-то компаний которые могут заинтересоваться но к сожалению постпродакшен занимает намного больше времени чем я этого хотел но сейчас уже как бы виден свет в конце туннеля я надеюсь что скоро это понравится это три сцены фауста которые понятно а ты не можешь поделиться у тебя есть какие-то более далекие планы какой-нибудь что вообще что что ты хочешь делать дальше вот я понимаю что есть остров под названием высоцкий появился галич вот перевод с немецкого это что-то новое теперь вот черти там из разных эпох и из разных стран вот что что там дальше тебя пока или это в тумане вопрос был расскажите о своих творческих планах ну примерно так но нет планах как бы на ближайшее десятилетие а вот на следующие три месяца грубо говоря знаете школьные каникулы летние каникулы какие там планы не наоборот ребенок ребенок отправляется в лагерь поэтому планы планы как раз можно строить но на это вопрос как бы но в я все-таки планирую добить телеспектакль и приступить к его продвижению так чтобы так сказать стало где-то можно было посмотреть но и с прицелом на полноформатную постановку театраль постановку в театре или сделать большая телевизионный спектакль что и постановку театр постановку в театре причем то есть чтобы это было так сказать в таком мультимедиа формате чтобы три сцена было как фильм а остальное было бы как театральная постановка ну вообще отвечая на ваш вопрос я если честно никогда ничего не планирую ко мне все приходит спонтанно я никогда не планировал переводить ничего и просто в какой-то момент это мне мысли приходит в голову я тут же начинаю над ней работать мысли допустим о переводе фауста пришла мне в голову 10 мая 2019 года совершенно случайно и я не не заметил как был готов первый первый вариант поэтому творческих планов меня нет потому что я вообще никогда ничего не планировал ну это уже как бы какой-то какая-то форма творческой деятельности ничего не планирует чтобы все как бы возникало так вот с утра ну спасибо очень интересно как было у исаковского по совершенно другому случаю да оно пришло и не сдержать его спасибо углов спасибо вадим кстати я хочу вам предложить если вам нужен какой-то trial прогон используйте наш клуб покажите ваш ролик у нас и вы получите фидбэк вы получите честные отзывы если они вам нужны спасибо это мысль которую можно обдумать кстати я поместил ссылку на фильм cloud and pens в чате это прямая ссылка на youtube так что всем рекомендую посмотреть некоторые говорят что это лучшее что я сделал в этой жизни пока и это в принципе как говорится это 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 точка зрения я целом могу понять пока пока я хочу прежде чем мы будем заканчивать я хочу все таки вернуться к тому что некоторые из вас прислали мне вопросы а какой перевод лучше и ну что я вам могу сказать я думаю что это дело вкуса все считают что пастернак перевод лучше и я под влиянием этих вопросов потому что кто то сказал что предпочитает а холодковского перевод простите кого и на какой язык то есть по стране кто то на русский а фауста да я ну это вы совершенно правы это сугубо индивидуальная вещь просто потому что разные люди ставят разные упор на раз делают упор на разные вещи разные приоритеты допустим классический хрестоматийный спор чей перевод лучше гамлета пастернака или лозинского у лозинского ближе у пастернака поэтихни ну я сделала для себя такое упражнение я взяла последний монолог фауста и прочла его в исполнении в переводе пастернака и в переводе колотковского и вот последний перевод который я нашла это константин иванов это утерянный перевод 1919 года этот товарищ иванов он был по-моему учителем последней царской семьи и поэтому его перевод был спрятан где-то в аналог я сравнила эти три переводы надо сказать что не пастернак вот именно некоторые строфы монолога мне понравились больше у холотковского поэтому возьмите какую-то маленькую часть фауста и сами сравните и вы будете знать что кое-где пастернак кое-где кто-то другой дело вкуса это хорошее упражнение ну хорошо я больше не вижу вопросов меня честно говоря испугало когда Вадим сказал всего 25 минут я думаю боже мой 25 минут у нас еще никогда не было но видите вас забросали вопросами и получилось там полтора часа или больше спасибо вам большое нам очень понравился стиль в котором вы делали презентацию очень энергичный стиль но я тут вижу что в чате поступила просьба большая чтобы вы взяли гитару в руку хотите поужинать а потом вернуться нет нет спасибо хорошо тогда сделайте нам пару сносок на свои концерты потому что не все знают что вы еще и играете и поете и выступали в самоваре недавно сделайте скидку что вы видели да есть ну во первых это мой сайт именно посвященный большей частью проекту Высоцкий на английском адрес очень простой vv как Владимир Высоцкий vv in english dot com одним словом vv in english dot com там есть и видеоклипы и там можно купить могу кстати кто-то уже приобрел мой диск за что и диск был выслан вчера так что большое большое спасибо его можно там там можно и скачать и и все такое ну да также у меня есть еще один параллельный музыкальный проект у меня есть группа рок-группа называется sentinel soto где мы играем русский рок большей частью и только что действительно я провел фестиваль устроил фестиваль в ресторане русский самовар в манхэттене в пользу украины где выступали самые разные группы в самых разных жанрах там джаз электроника все такое прочее это можно найти на ютюбе записи оттуда так что если если возникнет желание пожалуйста но опять же всем большое спасибо за внимание спасибо за добрые слова опять же это мне только дало лишний раз возможность продемонстрировать видеоклип аллилуйя которым я очень горжусь он был снят в самый разгар ковида и написан в самый разгар ковида поэтому было такое забавное мероприятие спасибо вот я вижу еще один вопрос Жанна я тоже хочу поблагодарить вас за оба презентейшн для меня это было удивительно интересно и образовательно и хотел спросить либо у вас либо у Володи Шнайдера когда все таки возник первый перевод русской поэзии при каких обстоятельствах если можно уже задавали этот вопрос в начале и посмотрим это на интернете вы можете сами посмотреть хорошо все мы прошли это спасибо спасибо Жанна еще раз всем большое спасибо спасибо за организацию и всего доброго спасибо приходите еще надеемся вас услышать большое спасибо до свидания всего доброго спасибо